Девочки, я пока была в поездке, а у меня же нет плательного шкафа, теперь я же все там поставляла людям, которым надо. Кстати, нам очень повезло с покупателями, а им с продавцами. Он мне сегодня тысячу благодарностей, вот, да, что все, квартиру все помыла, все убрала, все почистила. Просто идеально. Оставила гель для стирки немножко, оставила мыло, оставила полотенце, что приехали люди, руки помыли, в туалет сходили, туалетная бумага, оставила для посудомойки, посуду немножко оставила там, то есть заезжай живеть. Я же понимаю, что они с Волгограда сразу все не повезут, а то приедут, да, как на съемную квартиру. Вот надо руки помыть, посуду помыть, надо бежать в магазин. Я тряпочки все им положила. Кушайте на здоровье, ешьте, мыйте. В общем, пока я вот так складываю все, вот на эту полку пока, потому что потом, когда начнем делать ремонт, мы все-таки решили, что будем здесь делать гардеробную. Вот немножко сдвинется все у нас сюда, возможно, даже на эту сторону сделаем, может быть. Нет, на эту сторону вот так, и вот так будет гардеробная, шикарная гардеробная. Ну, допустим, допустим, раз, полтора метра, вот полтора, и здесь два метра будет. И там все до потолка, как раз вот это все уйдет, до потолка полностью все. И не надо будет никаких шкафов покупать, опять ставить, громоздить. Все, сделаем гардеробную, здесь будет дверь 60 сантиметров. Я легко вхожу, я миниатюрная женщина. Кто там, кто там все думает, что я 150 килограмм, успокойтесь, девочки. Мы миниатюрные женщины в возрасте. Вот. И все, и у меня все здесь уйдет. Будем, наверное, обои клеить будем. Обои, мам, да, не хочу под покраску, не нравится вообще. Юля окна помыла сегодня, все блестит у меня. Здесь, наконец-то, шторы, вы все просите. Когда будет тюль, шторы, будет тюль, шторы, мы уже подобрали. Какие будут обои, какая будет тюль, какие шторы будут. И все прекрасно. Здесь два хрустальных светильника по бокам у меня будет. Вот здесь хрустальная люстра. Бугемная я, Лена. Лена Бугемная. Вот, а страдалицы, которые все страдают там, в глазах таскать все остальное. Отстаньте уже, ради бога, твою мать. Всем бы так тасковать, да? Всем, дети покупают квартиру на юге. Всем, всем под подряд. Понимаете, нам, мама, доживай. На море. Продлевай свою жизнь, свои годы. Видите, что творится в этом году, в этом году. Аллергии страшные. С кем не разговариваю, у всех аллергии. Что такое? Никто понять ничего не может. Мамзасуха сильная. Наверное. Вот. Хотя весна была такая прохладная. Можно сказать. Видите, как все ушло у меня здесь. Все, я теперь это все разберу, все чемоданы. А здесь у меня чемодан стирки. Сюда вся обувь идет. Что надо. Так и не одела. Брала платье. Какие красивые. Хотела одеть, повыпендриваться там. А заболела уже и не в радость. Вот так вот, девочки. Простынешь, уже ничего не в радость вам. Показать, какие кроссовки купила за 20 тысяч рублей. Хотите посмотреть? Это не реклама. Это не реклама. А, вот, вот, смотрите, значит. Это кроссовки. Что я купила из обуви? Самый писк сейчас в Турции. Все ходят вот в таких. Вот в таких шлепочках. Вот такие босоножки. На резиновой платформе. А в чем прикол? Подошва. А подошва? Подошва резиновая, это все мягкое. Нигде ничего не жмет и не натирает. Вот такие вот. Шовные, что ли, какие-то? Подожди. Нет, есть маленький шов тут внутри. Там резинка просто обтянута вот такой ткани. Как мягкая игрушка. Да, ты хочешь померить, дочь? Ну, я в таких. Ну, они только, видишь, на широкую ногу. А узкие, не знаю, мерить их надо было. Мама, у тебя что, размер ноги уменьшился или у меня увеличился? Ну, это 39. У тебя раньше больше моей было. 39-й. Так, Юля, значит, вот эти могу вот подарить или Алисе, или тебе. Классные. Юля, вот. Ой, супер. Вот. Они такие фетры. Я обожаю вот эту регулирующую. Все, давай, Мерри, я специально купила на узкую ногу. И что, тебе не подошли, что ли? Нет, они не нормальны, но они, если тебе подойдут, у меня есть в чем ходить. Так вот, они регулируются. Мам, спасибо, все я забираю. Регулируются. А я же вот хожу, я же вторые. Бархатные. Ой, ова. Как бархатные. Я же вторые такие себе заказала. Я вот в чем все лето хожу. А, у тебя есть зеленые и розовые. Зеленые. Я износила, уже треснула подошва. Ну, все лето, походи-ка, стыдь. Но удобные невозможно. Все спрашивают, где такие купили. Ну, я же не могу в Турции сказать, что это Белоруссия. Мы не говорим про это. Кто увидит, тот увидит. Так, потом, девочки, заказала себе вот на вот такие натуральные кожи. Да, да, да. Вот такие шлепки. Там отзывы были, что вот эта вот натуральная кожа, да, она как бы, ну, начинается с залома. У меня это не волнует, потому что я в них хотела прямо, ну, с удовольствием. Красивые, нарядные. И мягкие, нигде не трут, ничего. Прямо идеально. Поэтому эти забирай. А, и кроссовки, девочки. Значит, четыре с половиной тысячи лир. В чем прикол, да, покажи, покажи. В чем прикол? Значит, Марк Кони, помните, были зеленые у меня замша. И была подошва, которая вам показывала, что протерлась вот здесь. Они внутри флисовые, идеально теплые. То есть, вот на нашу погоду, вот засунь руку, они будут идеально, идеальные будут. Они такие плюшевые внутри. Да, мягкие, мягкие. Вот. Кож заменитель. Эка кожа, как они называют. Но шикарная подошва. Видите, не скользящая. И вот высокая, что, ну, такая средняя-высокая. Как раз для дождей, для всего, будет просто идеально. Вот четыре с половиной тысячи лир. Турки охерели, просто. Ну, ну, чего смеяться. Хотя, Марк Кони я тоже покупала. Они стоили одиннадцать с половиной тысяч на наши деньги. Мои отмывочки. Все, я сюда сейчас все поставлю. И у меня опять будет место. А потом уже, когда все сделаем, короче. Будем разбирать коробки. Сейчас пока не будем трогать. А вот ты знаешь, да, в каких коробках у тебя самая необходимая одежда там? Нет, не знаешь, что. Не знаю, Юля. Я уже ничего не знаю. Ну, и это не важно. Потому что джинсы есть, куртка джинсовая есть, кроссовки есть, футболки есть, сменка есть. Мне можно не открывать там. Там могу не открывать. А эти вот, видите? В общем, короче, Соня. У Сони проблемная нога у меня. 41 размер она носит. У нее проблема. Она вот эти натянула, сороковой размер. Правильно? Правильно. Она их натянула. И я посмотрела, на ноги очень хорошо смотрятся. Хотя я не люблю никакие блестяшки вот эти, вы знаете. Вот для меня это вообще как сорока. Но факт то, что она одела, а у нее кости вот здесь. Она одела, я смотрю, на ноги так хорошо смотрятся. Вот они для лета, прям нога держится, нигде ничего не жмет. Нигде ничего не натеряет. И широкие, видите, широкие такие. И все, и я в них там ходила, растекала. Сколько стоили? 1200 лир. Это сколько на нас? 4,5 тысяч. Охереть, просто. За какие-то босоножечки, блядь, еще 200 лир. Что-то дорого, да, в Турции? Турция дорогая, поэтому кто там говорит, да я лучше в Турцию съезжу. Едьте, что хотите там делайте в Турции. Я съездила, больше не хочу. Не то, что не хочу. Я бы поехала, но я люблю же еще и шопиться, понимаешь? А если не шопиться, то что? Кто там начинает вас так барахлавывать? Я нормальная женщина, которая любит... Публичная, ты не можешь в одном и том же ходить, все правильно. Вот. Ой, сейчас я покажу вам. Я вам сейчас что-то еще покажу. Все, все. Сейчас. Так, девочки, новая сумка у меня. Кто понимает, тот понимает. Ага. Кто понимает, тот понимает. Вот здесь вы уже ничего мне не скажете. Брендовая. Да, здесь вы ничего не скажете мне. Вот. Шикарные. Мягкие замки. Видите? Мама, это же как моя Кейт Спейт. Тоже вот так вот два отдела и посерединке для самого такого необходимого. Она просто незаменимая у меня была. Да, да, да. Она, знаете, в чем, девочки, толк? Она, когда начинаешь ее носить, она становится мягкая. Она сначала... Она из кожи? Да, натуральную кожу. Когда ее покупаешь, она жесткая и кажется неудобной. А когда начинаешь ее носить, она раскрывается и внутри стогновится. Посмотрите, сколько места. Эти? А здесь-то она вот прямо вот совсем, казалось бы, узенькая. А теперь у меня все входит туда. Вы даже не представите, сколько я туда могу накладывать всего. Вон, видите? 500, 600, 700, 800, 300, 300, полторы. Слушай, надо менять. Не, пусть лежат. Поставим? Пусть лежат. Чтобы Стамбул полетим. Ну, конечно. Пусть лежат. Он курс только растет у них. Поэтому, что доллары, что лиры, не помешают. Вот теперь у меня тут для сумочек. Видите? Как удобненько. Сейчас я вам что-то покажу, девочки. А, это еще не все? Не все, не все. Не все, не все, а? В общем, купила я джинсы себе в Заре, 44 классный размер. Купила вот эту джинсовую кортку в Заре. Там еще лучше была. Была со стразами, прямо со стеклярусом. А что не взяла? Слушай, красивые разрезики по бокам. Закрыта, наконец-то, задница. А то все время здесь пояс. Вот, или короткий. Все, идеально. Идеально. Три с половиной тысячи лир. То есть я сто тысяч поменяла, и я все потратила. Вот тысячу осталось. Потому что ценники бешеные. Купила рубашку тебе белую еще со стеклярусом. Сейчас сами писк. Но мне в рукавах немножко вот здесь, в этом месте. А я Соня, ну, продавай мне. Ну, продавай. Она одна была, что ли, рубашка? Размера 2, и цель не было. Эль-то только была, и цель была. А ей хорошо? У нее рукава не такие полные в этом месте, ей нормально. Мам шикарное, что-то прочее. И вот это платье, ей понравилось, платье-халат, ей понравилось очень. Она даже мерки сняла. А вы с ней отдельно, что ли, ходили? Отдельно, да. Она от меня убежала. Не, чтобы сказать, я пошла покупать, там что-то засуетилась. Вот, и я пошла. Зато она это платье не увидела. И так расстроилась. Даже, смотрите. Красивая. Шити для пояса. Любой пояс можно сюда, а не только вот такой черный. В общем, платье-халат. Красиво, с поясом вообще. Это самые сейчас, вот эти черные разводы с белым. Ну, это как этот великолепный век. Да, да, да. Да, 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 да. И пояс, ну, пояс, девочки, не показывай, не буду продевать, потому что... Хюремочка ты наша. Хюремочка. Роксолана. Двоец Роксоланы видели. Да? Да. Понравилось? Ну, конечно, там такая красота. А мы около него уж проезжали с тобой, но это пароходики-то катались когда. Ой, хочу в Стамбул. Стамбул, прямо от Стамбул. Цистерна Базилика еще бы распустилась. А там сейчас, у них же 47 цистерн в Стамбуле, 47. И только 6 открытые экспозиции, вот закончили ремонтные работы, реставрации. Вот где мы были с тобой, помнишь, там с болгарками все, они там шлифовали. Да, да, да. Да, наконец-то ее отреставрировали. А вообще 47 цистерн. Вот как запасались водой в русско-турецкую войну. Представляете, турки? А наши осаждали. Слушай, а вы это по Босфору-то проехались? Прокатились? Нет? Под тремя мостами желание загадывал. Да ты че? Да ты что вообще-то. Мы же, оказывается, история Гранды, она идет вокруг, вокруг Стамбула и ближайших городов. Ага, по Босфору, да? По Босфору. То есть мы прошли Босфору. Да, да, да. Мы с этой стороны зашли в Стамбул. Да. Потом пошли в Чешмэ. Ага. Потом в Босфору прошли и пошли в... Куда мы пошли? Забыла, как город называется. Ну, короче. Синоп. Синоп и потом Сочи. Ночи в Сочи. Ну что, хюрем. Красота. Дальше, девочки, хюремчики. Из того, что брала с собой почти все носила. Вот. Все стирать надо сейчас. Целые пакеты всего. Вот. Купила себе еще вот такую сумочку я. Какая прелесть. Косметичка, мам, да? Шикарно. И помада, и помада, и телефон. Есть там, что взять. Там вообще вот. И потом думала уже, думаю, еще такую сумку, как Алисе, вот подарила с котятами. Только там были другие, значит, готье были, под готье там еще. Потом думаю, возьму, вдруг Алиса запросит. Ну, под что-нибудь так вот. Да, да, да. А уже не было больше нигде. Красиво. Так что, вот такие дела. И ручки, и все вот так. Супер вообще. Ну, сейчас съездила я. Удачно съездила. Заболела, только вот не понравилось мне, что я заболела.